Я хочу сказать свое. Обычно многие люди разделяют позицию юнга и говорят, что либидо – это бытальность, энергия сама по себе, а вовсе не сексуальная энергия. Более того, даже сам Фрейд в некоторых своих текстах, например, в текстах говорит о том, что эрс нужно понимать все-таки довольно широко, но все-таки как именно эротическое нечто, а не, например, любовь с эксцидерциальным разговором. Так вот, многие считают, какой молодец юнг, как он правильно поправил Фрейда. Я совершенно с этим не согласна. Любида надо, ну, мы можем не разделять концепцию Фрейда, но если мы разделяем концепцию Фрейда, то любида надо понимать строго, как сексуальную энергия, никакую другую. Потому что иначе теряет смысл все учение Фрейда о конфликтах, выяснениях, бессознательных. Теряется проблематизация, теряется проблемность. То есть такое очищенное от сексуальности или Фрейда – это благоглупость. Или просто глупость. В витальной энергии нет ничего запретного. Откуда возьмется конфликт? Фрейд видит конфликт социума с культурой, субъекта с культурой, субъекта с самим собой. Фрейд видит, вытеснить. Вытеснение сексуальных переживаний, чувств. Ну или, может быть, еще агрессивных. То есть всех тех, которые социумом репрессируются. А витальность, как энергия субъекта, никогда социумом не репрессируется. Все люди любят живых и веселых людей. Значит, Юнг вместе с изменением смысла либидо вообще отменил всякую возможность операции каким-то образом на эту теорию сознательного. А у него есть безсознание. Значит, у него Фрейда понятно, откуда оно берется, Юнг самому это непонятно. Он просто постулирует, что оно есть. И в начале своей деятельности у него у Юнга был крутой перелом. У Фрейдова выделяю несколько этапов, а у Юнга один крутой перелом. Так вот, большая первая половина его жизни, его творческого пути прошла с пониманием бессознательного как чего-то врожденного, чуть ли не биологически врожденного, возможно эмуляционного. И он вводит учения о парфетипах. Мы сейчас чуть-чуть поговорим. И сам себе задают вопрос, каково происхождение этих архетипов общих для всего человечества, отвечает, что они врожденные. А вот во второй половине, более краткой, но уже более зрелой своего творческого пути, Юнга переходит к мистическому объяснению. Архетипы и прочие бессознательные явления – это проявление некоторого божественного, мистического, проявления чего-то божественного и мистического. Ну, в бессознательном есть то, что имеет мистическое происхождение, божественное. Под этим знаком написана его книга «Синхронистичность». Одна из последних его работ. Но мы сейчас… Кратко буду говорить о книге. Он популяризированный автор. И расскажу только про одну его теорию, которая очень сильно искажена. Я про нее расскажу, чтобы вы знали, как и кто искажает Юнга. Это теория экстравертов и экстравертов, которые начинаются с того, что Юнг вводит четыре психические функции, которые попарно сгруппированы. И их можно изобразить на каждом координатах. Значит, вертикальная и горизонтальная ось. По вертикальной оси мы можем откладывать, что хотим, но противоположности должны быть такими. Давайте по вертикальной оси мы отложим противоположности интеллекта и эмоций. Противоположности – это эмоции интеллекта. По горизонтальной оси – противоположность интуиция и сенсорика ощущений, непосредственные ощущения. Он описывает эти функции очень интересно. Нас особенно интересуют мыслительные функции. Понятно, что она взросла? Так вот уже каждая из этих функций, не сам человек, обладатель всех четырёх этих функций, а каждая из этих функций является либо экстравертированной, либо интровертированной. А также, как мы видим, чем больше у человека эмоций, то есть они попально противоположные, чем более человек эмоционален, тем более он тут, придётся сделать такой вывод. И чем более человек склонен к ощущению, тем меньше у него интуиции и наоборот. Это, мне кажется, у Йонга глупость, но сказал-сказал. «Нам важно, что дальше. Каждая из этих функций может быть экстравертированной или интровертированной. Нельзя говорить об экстравертах и интровертах самих по себе людей. А вот можно говорить о том, что у этого человека экстравертированное мышление, но интровертированная функция. И он указывает, что он всегда преобладает у каждого человека какая-то функция. Она является тогда преобладающей, является в основном сознательной. Хотя бессознательная всегда есть. А тогда противоположная ей функция будет бессознательной и будет носить другой знак по экстравертированности и интровертированности. Например, если у нас человек, у которого преобладает интеллект, и этот интеллект экстравертирован, то тогда можно гарантировать, что у него бессознательная интровертированная эмоция. Причем более слабая, чем интеллект. Что значит интеллект экстравертированная? А вот это я сейчас расскажу. Пока мы вот должны сказать, что Декартовы оси здесь рисуются. Ну смотри, когда я с кем-то рисую. Случай неправильного понимания юга, и случай как надо понимать. Вот у нас в каждой картой оси, ну тут интеллект, тут эмоции, тут интуиция, тут сенсорика. И еще третья ось, она идет вот так вот. Экстраверсия и интроверсия. Так вот это неправильно, это не так. А правильно так. Значит, интеллект преобладает, он является экстравертированным или интровертированным. Соответственно эмоция тоже экстравертированная, интровертированная. Эта пара может быть вообще в таком случае слабо выражена. Или какая-то из, какой-то из членов пара преобладает и тоже носит какой-то знак либо экстравертированный, либо интровертированный. Тогда его противоположность носит другой знак. Значит, вот какой должен быть правильный рисунок. Одни декартовы координаты и четыре волны тексты. Трехмерные перпендикулярные. Что такое, вот поговорим именно про интеллект, про разум, что такое экстравертированный, что такое интровертированный интеллект и разум. Юнг говорит, что люди экстравертированные в интеллектуальном смысле, наблюдатели, коллекционеры фактов, призвомыслящие. Ну вот представьте себе ботаник. У него экстравертированный, он как раз по-моему приводит пример того, типа Линея, экстравертированный интеллект. Он способен удерживать в своей памяти тысячи названий. Он составил превосходную классификацию. Или, например, Венделеев, который заставил такую хорошую таблицу, которая позволяет даже предугадывать какие-то неоткрытые вещества, но мы можем предугадать по таблице, что они должны быть открыты. Ну, в Батуринея, конечно, не так. Там предугадать ничего нельзя, но все равно это мощный классификатор. Он не строит безумных теорий. Он вообще, можно сказать, не строит теорий. За исключением теорий классифицирующих фактов и каких-то систематизирующих. Вы будете изучать философию науки, узнаете о позитивизме, и в этом описании Юнгом экстравертированного интеллекта вы без труда уловите типичного позитивиста, эмпирика. Это Юнг очень ловко примирил эмпириков, спор эмпириков и рационалистов. Вы, наверное, не встречались еще пока, да? Но узнаете, что был спор эмпириков и рационалистов. Так вот, но он был прав в XVII веке. Но позитивисты всегда были, и их и сейчас полно. И очень мощный спор между позитивизмом и постпозитивизмом был в первой половине XX века, во второй – третьей. Значит, Юнг это трактует фактически как спор интроверта со страютами. Теперь вот что такое интровертированный интеллект. У человека преобладает интроверсия, что это такое, шантазия. Значит, сначала какая-то идея, какая-то гипотеза приходит ему в голову. Он за свою идею, он ее развивает всячески, он ее любит, он ее… Он подтаскивает под нее факты, он всячески ее… В общем, факты служат для него как бы подтверждением его идеи. То есть это фантазер научный, но при этом, конечно, он остается настоящим ученым, и если он, предположим, видит, что его теория не соответствует фактам, он способен нанести в нее коррекцию, то есть он не фанатик. Но первичным для него все же всегда остается его идея, его теория, то есть он ее поменяет, значит, каким-то образом под факты можно так… Но все равно под новую теорию будет факты подбирать. Факты он не любит, он любит идеи, он в них, так сказать, живет. А факты ему мешают, лучше бы их не было. И скрипя сердце, он иногда соглашается открыть глаза, посмотреть на реальность и посмотреть, когда она там на самом деле. Ну, на самом деле все не так, как в реальности, это все знают. В реальности все не так, как на самом деле. И Юнка, когда вы будете изучать этот спор позитивистов и постпозитивистов, конечно, тот интровертами имел в виду вот этих самых постпозитивистов, которые, начиная с попера, именно объявили о примате гипотезы и идеи над фактами. Они ведь, когда спорили позитивисты и антипозитивисты, они оба делали, с точки зрения Юнка, ошибку, потому что слишком общо понимали свое учение, распространяя его на всех. А на самом деле люди радостные, и среди них существуют экстраверты и интроверты. И экстраверты мыслят как позитивисты, а интроверты мыслят как антипозитивисты. А они говорили, что все вот так и никак иначе, а иначе позволь. Юнк не отдает предпочтение, ну Юнк всегда отдает предпочтение вообще-то интроверту. Но, как более часам и проверкам, как трезвый ученый, все-таки он говорит, что предпочтение тут реальности отдавать никак не нельзя. Необходимые люди фактов, необходимые люди теории. Они взаимно дополняют и угощают. Выкрутился хорошо, молодец. Аналогичные теории у него, аналогичное предпоставление у него во всем четырех, но мы этого говорить уже не видели. Теперь, вот, да, какая, почему я это вот все решила обязательно рассказать. Есть такая вот, что уже наука соционика, которая якобы строит свои построения на теории Юнка. Юнк ее сам, свою теорию Юнк называл аналитическая психология, чтобы не психоанализмом называть ее, а аналитическая психология. Ну, по благословению, это не важно. Так вот, вот эти люди-соционики уверены, что они действуют по Юнку. И вот они типы характеров выделяют. Но от любой книги, любого соционика несет такой топорности, что они страшно компрометируют Юнка, который был все-таки мыслительно тонким, критичным, интересным. Никогда не читайте книги социоников. А самого Юнка читать можно, хотя тоже приточный, конечно. Но он был сам критичный, достаточно. Второе интересное учение Юнка – учение оба индивидуации. Индивидуация – это слово еще из средневекового лексикона. Обретение какой-то сущностью существования, единичного существования. Значит, это лексикон, как называют, средневековых реалистов. Тех, кого в средневековье называли реалистами. Они говорили, что сущность предшествует существованию и имеет больше какого бытия, нежели единичная вещь. За исключением человека. А вот если брать какого-нибудь котенка, то идея котенковости первична по отношению к каждому экземпляру котенка. Ну, аналогично с того и с туристами. Вот. Значит, обретение вот этой сущностью каждого очередного своего экземпляра существующего, есть индивидуация с этой сущностью. Но это я средневековые мысли рассказываю очень плохо. Вам гораздо лучше расскажут другие. Чтобы показать, как Юнг с этим работает, потому что в каком-то смысле тут, конечно, перекликается. Юнг говорит, что начинается все, то есть человек начинает свой путь к истинному бытию своему, с персоны, с маски. Это очень похоже на идеи Хайбегера, который говорил о том, что человек исходно растворен в других. И находит себя всегда из других. Первичный его погружен из других, а уже потом он находит себя и, может быть, обретет свое подлинное существование. Но никто с подлинного существования с единичным и не может начать. Это понятно, потому что люди рождаются детьми. Значит, Юнг говорит о процессе индивидуации тоже вот в таком декабре, немножко напоминает карта. Значит, в какой-то момент человек начинает сомневаться в этой правильности вот такого лица персоны. Под персоной понимается социальная роль или я-концепция, как сейчас принято в психологии говорить. То, что человек думает о себе в контексте своего сути. Вот кто я? Я – преподаватель философии. А кто вы? Вы – будущие магистры. Значит, контекст понятия социальные – университет, анистратура, философия, преподавательский процесс, процессы учебы, сдачи экзаменов. Но на самом деле, как бы, это же нам навязало общество. А в другом обществе родить мы, в другом обществе мы сейчас не были магистрами с вами, правда же. Мы по-моему родились на Таите, и тогда мы ели по-моему. У меня еще что-то здесь. Я не знаю, чуть-чуть это таить. Поэтому у меня человек понимает свое мотие как неподлинное и начинает путь к самому себе. Ну, вот тут уже дальше с Хайдагером ничего общего нет. Тут он уже опирается на идею Фрейда о вытеснении бессознательного. Вытесняется что? Что-нибудь неприятно, социально не одобряется. Но у каждого есть. Ну, каждый иногда хотел что-нибудь своровать. Ну, мы вытесняем эти мысли. Никто не считает себя умом. Хотя такие мысли в голове поносились у всех. Ну, аналогично сексуальной фантазии. Всегда у всех было. Но мы стараемся об этом не очень афишировать. Только вот в близком другом каком-то. Не приятно говорить об этом во всю души. Ну, и многое другое. Значит, человек должен переступить. Вот Фрейд называет это тенью. Надо переступить тенью. Сначала войти в эту тень. Значит, признать. Тень называется тенью бессознательным? Нет, само бессознательное и вытесненное содержание он называет тенью. Это тень человека, его как бы спрятанный от других образов. Ну, и от самого себя тоже. В нашу я-концепцию и звук включается наша социальная роль, а не наши какие-то грешки. Теперь мы должны понять себя. И вот этот шаг, ну, это, конечно, для психотерапевтической традиции, конечно, и про это то же самое сказал. Юн говорит, что, конечно, у человека сильно портится настроение на первых порах, когда он начинает признавать свои вот эти выясненные травмы или обречения, выясненные содержания. Ну, и особенно часто ему снятся кошмары. Вот в этот период, когда он наяву признает свою, работает за своим бессознанием, его эти кошмары побуждают как можно меньше думать над этими вещами. Но если он смелый, то он должен продолжать думать. И рады или поздно, когда он признает как бы все, берет в себя всю тему, он выходит на свет, уже обновлен. Нельзя прям всю тему полностью. Ну, в общем, да. То есть оно сейчас такое возможно? Да. Это возможно, значит. Но Фрейд считал, что это возможно. У Фрейда, правда, есть проблематизация. Вот Фрейд все-таки гораздо более проблемный человек, чем Юнг. Юнг умный, очень умный. Но некая беспроблемность вот его есть. Фрейд видит все проблемы. Он говорит, а не будет ли у нас психоанализ бесконечный? Вот, 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 вот. Фрейд говорит, а заботит. Он говорит, что да, психоанализ вообще во большую счету бесконечный. А Юнг успокоит. Вышел, признал, все теми пошел. Вот. Выходит на свет, и не тут ему открываются архетипы. Гораздо более подлинное содержание. Хотя тоже еще пока до подлинного бытия. Да, подлинного бытия ему далеко. Он отчетливо видит, какие архетипы в нем проявлены. И какие проявлены в других людях. В отличие от социальных ролей. Как мы только что говорили, их навязывается отцом. А архетипы – это, ну, всем свойственные. Вот, в первой планете он говорил, что они врожденные. Значит, признать архетип – это, как бы, рассмотреть его – это достойное дело. Ну, на примере, возьмем на общеизвестном примере аниме и анимус. Архетип анима и анимус – это пар, присущ каждому человеку, и мужчине, и женщине равным. Анима – это женского рода, типа душа. Анимус – это мужского рода, типа дух. Вот, в русском языке тоже два хорошего слова. А в немецком я даже не знаю, как его называл, потому что у них нет подобной гвоздисти. У них гавист, а дух разве нет. А в латинском опять гостец мы видим аниме и анимус. Поэтому он, вот почему по-немецки не стало, именно в латыни назвал. Потому что они пара. Но анима несет в себе вот самую предельную, как бы, женственность, а анимус несет в себе самую такую предельную мужественность. Все черты тут, вот такая четко бинарная позиция. Если там мужчины, там, я не знаю, если анимус – это, так сказать, что-то светлое, то анима – это значит что-то темное. Если анимус – это что-то горячее, то анима – это что-то холодное. Если анимус – это солнце, то анима – это луна. И пошло. Ну, он замечает, что просто бинарность вот самой этой оппозиции, другие-то архетипы не такие бинарные. Бинарность самой оппозиции диктует разделять мирно-мужское и женское даже вопреки, вообще говоря, вопреки устройству мира, как бинарная там, где бинарная позиция вовсе нет. Например, солнце, луна ничем не бинарная. Значит, открыв архетипы, каждый человек открывает в себе и архетип анимы, и архетип анимуса. До тех пор, пока он этого не видел, он бессознательно следовал, скорее всего, мужчину с анимусом, а женщина аниме, хотя, бывает, и наоборот. Но это было бессознательно. Бессознательно каждая девушка хочет быть женственной. Каждый мальчик хочет быть настоящим мужчиной. И вытесняют бессознательно все то, что не подходит. Но когда человек достиг уровня архетипов, он способен разобрать в себе, находить в себе черты, все черты всех архетипов. И он понимает, что он только сам сделал из себя аниму мужчину или женщину. В нем были зачатки того и другого. У всех это одинаковое аниме и анимус. Но каждый старается мужчина держаться анимусом, женщина держаться аниме. Но лучше, по-моему, не делать. Когда человек понимает, что он одарен всеми человеком, он перестает, соответственно, быть вот таким вот одноблоким. Как-то мужчина и женщина становятся, таким вот. Платон бы одобрил. У него было, как вы знаете, учение об антрогинах. И, по-моему, даже ютка Платона и слыхается. Ну, я не помню. Вот, изучив в себе архетипы, мы открываем общность себя со всеми людьми. Поскольку, открыв в себе вот эти черты, ну, допустим, анимы или анимусы, анимусы или анимы. Мы видим, что вот-вот и во всех остальных-то людях мы тоже живут, анимусы и анимы пошли. А если наш собеседник тоже уже на этом уровне, на нашем, то есть тоже уже разобрался, то уже мы даже можем осмысленно говорить, что я из своей анимы выбираю то-то и то-то, а это откладываю. Ну, я это делаю уже сознательно. Или, например, я пытаюсь присвоить себе весь анимус, весь анимус, всю аниму. Ну, это тяжело, конечно. Дальше, значит, мы открыли общность людей, близость таким образом людей друг к другу, паренство, что ли. И последний шаг, это шаг к самости, ну, тут зэпс, конечно, то есть я сам. И мы открываем уникальность нас самих, которая заключается не в нашей социальной роли, не в богатстве архетипов, а только исключительно в особенности нашего существования. Мы осуществляем в себе существование. Так же, как один стол и другой стол, могут ничем от них не отличаться друг от друга, но у них у каждого индивидуальное существование есть. Вот точно, вот точно по Аристотелю. И ни один, ни больше, ни меньше, чем другой. Равенство сущностей по бытию. Аристотель, по-моему, и так далее. Да, вот и говорили. И вот то, что у нас уникальное, это бытие наше, а не содержание, не сущность. Хотя сущность, конечно, у нас есть, но тут юный призыв к экзистенциализму. Мы ее, праздник и человек, ее себе сам создает. Или не создает даже, держится на уровне чистого существования. Хотя это тоже. Похоже на Хайкер, похоже. Ну, идеи тогда носились в воздухе, это те же годы. Тридцатые годы. Мистический период юный мой, все я не рассматриваю. Вы хотите читать сами. Все про мистичность почитайте. Ну, вот для Александра этот пункт на архитической психологии, да? Да, в фархеистической местах. Ну, перечислять все архетипы, это неинтересно. Интересно еще, например, вот, что Юнг вышел на идею архетипа, сравнивая. Он психиатр по образованию. Работал он в клинике, откуда он Фрейдом-то узнал, влюбился. В клинике в Швейцарии, в городе Цюрих. Очень большая, прекрасная, широко известная и сейчас тоже клиника в Борде Хёртсли. И в ней был главным врачом Ольген Лейер, который, ну, если хватит времени, я его еще упомянула в одной связи. В общем, главврач там был очень умный. Вот, а Юнг был, как бы, таким юном способным учеником. И главврач давно почитать Фрейда. Вообще, Фрейд тогда еще… Вот это все происходит пока в начале XX века, значит. Где-то 907-910 год. Вот. До Швейцарии еще не дошло к почитанию этого, к почитанию Фрейда «Волна психоаназиса». Юнг в основном-то и способствовал. Ну, и Укрейд, конечно, самому. Популяризации Фрейда в Швейцарии. И потом Юнг поедал самому Фрейду, ну, а потом уже понеслось. А, хотела сказать, ну, как Юнг вышел на идею архетипов, значит. Например, сравнивая бред сумасшедшего. Сумасшедших было много, бреда было много. А еще Юнг был очень начитанным. И очень много читал всяких мифов, египетских, там, рекламных. Ну, и также, конечно, всякие, кто читал Фрейда, интересуются сновидениями. Но это уже следующий шаг. Между прочим, то же самое говорил задолго до Фрейда в середине XIX века французский мыслитель Воронто Тур. Он говорил, что сон бред сумасшедшего, он только мифы не называл, и состояние наркотического, вот измененное состояние сознания под действием наркотиков, кашиша, вот таких вот, кокаина. Не те, от которых кафе вольда, а те, от которых мышление меняется. Ну, сейчас, конечно, ЛСД все прийдут. Но тогда ЛСД еще не было. А у нас меняет мышление? А? А у нас меняет мышление. Что? Не понимаю. Не понимаю. У нас есть мышление, но они не входят в рамках психотерапевтического. Да, да. Кокаина – это что, не сходи? Ужаска, когда с этим случилось? Ну, насчет кокаина, значит, тут много есть что сказать. Вот сейчас мы не будем рассуждать о смысле кокаина, да? Но галлюцинации от него нет. Но ведь тут не обязательно речь и о галлюцинации. А вот у народа Тура была такая тройка – сновидение, кокаин и предсумасшедший. Он заметил массу общего, фактически вышел вот на эту идею архетипа, что всплывает, но он не пользовался понятием бессознательное, всплывает откуда-то из глубин во сне или у сумасшедших или под влиянием психоделиков. У Юнга другая тройка, у Юнга психоделиков нету, у него бред сумасшедшего, сновидение и мифы. И опять общий. Так что если его сложить, то тут уже четыре получатся вещи, имеющие, не имеющие отношения вроде бы друг к другу, но имеющие массу паразитного сходства. Так вот и заговорили об архетипах. В 19-м году какой-то был психиатр? В 19-м году, середина 19-го года, французский психиатр. Ну, в общем, носилась идея, что говорить. Все, проем мы заканчиваем, потому что у нас еще французский психоанализ. Время идет. Лакан. Это сейчас очень модно и популярно по-прежнему, поэтому нельзя упустить. Значит, Лакан интересный человек. Психоанализ по Францию просочился трудами определенных психиатров. По имени которых я не буду вам мучить. Возникло психоаналитическое общество французское. И первое, что сделал Лакан, это страшно поругался. Ну, первое, что сделал Лакан, это прочитал Фрейд, конечно. Он психиатр, он работал с больными. С тяжелыми больными работал и с легкими. Фрейд вот больше работал с легкими. Блейлер и Юнг больше с тяжелыми. А вот для Лакана он с теми и теми работал. Прочитав, Фрейд разругался с продолжателями. Юнга ни во что не ставил. Ну, там было их много. И приписывал страшно вот свои идеи, страшно приписывал Фрейду. То есть антиплагиатом занимался во всем. Зачем? Для меня полная, так сказать, загадка. И первая идея Лакана, она очень лежала в контексте того времени, а это мы сейчас уже где-то в сороковых годах двадцатого века. Про это уж помню. Возразить не может. Это вот изучение языка. То есть такой вот лингвистический поворот в философии так называемый, который вроде бы в нашу тему не входит, но входит на самом деле. Потому что Лакан заявил о языковой природе бессознательной. Бессознательной у Фрейда, как вы помните, состояла из влечений, ну, самой безобильной из которых это сексуально, и вытесненных травм, самая безобильная из которых из насилия. Значит, мы вытесняем и никакого языка как раз. Мы помним же, с чего мы начали? Это то, что свободная энергия влечений связывается языком и переходит в связанную энергию, связанную именно в словах, и выходит тогда в сознание. По всему контексту учения Фрейда очевидно, что бессознательное имеет как раз не языковую природу, а чисто биологическую. А сознательное как раз имеет чисто языковую природу, потому что он сказал и тем самым выдал нас. Фрейд бы согласился, что мы мыслим в словах. Ну, нет, Фрейд слишком умный был. Он бы согласился, конечно, что художники мыслят трудно произвели. Но, по крайней мере, он бы и не стал отрицать, что наше мышление во многом происходит в словах. Но бессознательное, совершенно не словесное. У него только одно маленькое место, о котором я вам в прошлый раз рассказывала специально, когда говорила о смещении в работе с наведением. Там дядюшка Йозеф был, и он провалился в люк и помер. Фрейд просыпается и думает, «Ну, почему же в моем сне дядюшка Йозеф провалился в люк и помер? Неужели я бессознательно хочу смерти дядюшки Йозефа?» Вроде бы нет, не хочу, не спорю. Потом сообразил, «Так я же хочу, чтобы помер другой Йозеф». И вот и сновидение превзвело смещение с одного Йозефа на другого Йозефа. Словесное, что общего между смещаемым и содержанием, оно смещается по признаку одного названия, одного слова языка. Но это единственное место, где Грейд говорит о бессознательном, что бессознательное хоть что-то вообще знает язык. Лакан говорит, что субъект, вообще говоря, не существует. Существует такой вот непрерывный речевой поток. От него пошел сейчас очень популярный термин «дискурс». «Дискурс» по-французски – это просто речь. «Дискурс» по-французски – это просто речь, поэтому так оказалось. «Дискурс» – это речь. Размышления медитативные. И мы, собственно, считаем субъектом некую инстанцию, немножко социального характера, немножко непонятно какого. Но эта инстанция кое-что смыслит в языке, очень мало новых смыслов. И вот этот внутренний поток дискурса переводит в нашу внешнюю речь, которая отличается признаком контакта с реальностью. И, значит, какой дискурс сейчас течет внутри у меня, вы не знаете. Вы слышите речь, которую некая в меня превратила в такой дискурс, который социально уместен, а именно разговор о бессознательном лакане. Но дискурс внутри меня сейчас идет, ну, бессознательный живой. Наверняка совсем и другой. То есть, вернее сказать, он идет просто там наверняка гораздо больше думается в бессознательном, чем вот эта вот загадочная инстанция субъектности и выбирает в качестве вот такого реального выражения, озвучивания. И когда лакан говорит, что законы мышления являются как раз вот этими выборами того, что именно мы озвучиваем из нашего внутреннего дискурса. Но все равно, как бы то ни было, очень многое остается не озвучено. И оно-то и составляет бессознательное. А почему дискурс таков, как он есть? Как дискурс решает, каким ему быть? Вот этот вопрос лакан пытается разрешить. Откуда дискурс берется и почему он вот такой, а не другой? Ну, он так глубоко погружается для того, чтобы разрешить этот вопрос. Он занимается мышлением психически больных людей. Сейчас расскажу про Шрёдера, не удержусь. Которые отличаются от здоровых именно тем, что озвучивают не тот дискурс. Так-то он и у здоровых есть, но в полном согласии с теорией Фрейдера все-таки психоаналитик лакана никто не хочет. А он вытесняется, он не слышен. А вот у бедных сумасшедших он наружу весь выходит. Они, бедные, слабее своего дискурса. Никто, в смысле, не социально приемлемый. Безусловно. Что? Вы сказали, что разница в том, что на нем озвучивается не тот дискурс. Ну, не обязательно социально приемлемым. Он может выйти социально неприемлемым, но тем дискурсом является тот, который вот некая инстанция типа я считает уместным сейчас сказать. А, ну, это я у здорового. Все-таки в каком-то смысле сильнее языка. Оно способно, ну, как всадник на лошади, если брать платоновский образ. Всадник вознится на коне. Причем коня два у платона, но в данном случае это не важно. Вот конь у него, допустим, один. Вообще конь сильнее человека. И если всадник вознится плохой, то конь понесет его туда, куда коню закончится. А если вознится хороший, то он управляет коней. Вот Платон не использовал платоновскую иллюстрацию совершенно, это я сейчас сказала. Но это похоже, что вот некие субъекты, вот субъект это как бы и есть то, что управляет дискурсом. Озвучивает то, что хочет. А вот если он психически больной, у него субъектность растворяется. Он перестаёт владеть языком, уже язык владеет им. Поэтому сумасшедший не субъект сумасшедшего. То есть сумасшедший у нас внутри мы его вытеснили. Вот такой переход завершился. Фрейд не говорил такого. Он говорил, что мы вытеснили сексуальное животное. У Латана нет. Мы вытеснили некоторый дискурс, который нам не нужен. Конечно, в основном, да, социально не одобряем. А озвучили, мы выбираем. И выбрали озвучить тот, который, ну не только социально приемлем, он ещё логичен, там должен быть, умедителен, красив. Это же прагматично подходит к основаниям, не знаю, так, осознанности, сознательности. Ну, прагматично, да. То есть если бы не было людей, если бы я была латентом, то я бы точно сошелся, скажем так. Ну, это не было бы ни кем зафиксировано. С одной стороны, а с другой, что бы мой дискурс был бы латентом, потому что мне надо было бы никого стесняться и, допустим, Ну да, да. Вот это очень похоже творительная идея Делиоза. Почему я начала Латане? Это потому что, во-первых, он, ну, всё-таки, непосредователь психоанализа. А из него, из Лакана, вышел весь французский постмодель. А постмодель только и может быть французский, все остальные только отражают. Так вот, Лакан так глубоко погрузился в язык своих бредовых больных, что сам заговорил на бредовом языке, конечно. И всех вокруг этим заразил. И с тех пор французский философский язык – это язык бредов. И они, конечно, очень преуспели в этом, и это, конечно, очень круто. Они даже, можно сказать, социально соревнуются, кто бредовий скажет. Но не надо понимать это как такую вот насмешку. Ну, насмешка – это, конечно, но какое-то порицание. Потому что бред – это наше достояние, по-моему. Только вот дать свободу. Вот поэт – это тот, кто дает свободу вот этому бредовому дискурсу. Но отбирает, опять же, он не сумасшедший, но он тот, кто погружается в дискурс, но отбирает из него другое, нежели обычный человек, а именно красивые лифы и так далее. Фрейд говорит, что нечто похожее, что часто ритмы диктуются бессознательно. Он в «Психотологии обратной жизни» говорил. Что-то похожее у Фрейда все-таки есть. Но, конечно, очень далеко от Фрейда. Глокан – это локан. Что некоторые вдруг начинают говорить стихами, и это прорывается в какой-то вот… Типотология обратной жизни – это одоворки всякие. А с стихами на каком языке, которые я не знал? Это не к локану. Это скорее к югу. Он и в курсе был, значит, этот кучер? Может, и в курсе, не знаю, но его это вряд ли интересовало. Его интересовало вот вопрос субъекта. Да и нас с вами это интересует. В философской ее все-таки с точки зрения психологии-то подходит. Вот субъект, вот как он, есть или нет. У Локана есть специальная статья, называется «Неспровержение субъекта». Одно из самых придумок его сочинений. А он вообще именно вот, ну, прям французских, можно сказать, что он погружается в эту абсурдность, значит, сам нести бред. Но он именно так пишет или все-таки это можно читать? Нет, конечно, он очень умно пишет. Читать тяжело. Потому что сперва нужно, значит, этим бредом, дискурсом овладеть. И у меня лично была, ну, одна девушка, у нас и помнится, которая умудрилась рассказать основные идеи Локана. На пятом курсе учила девушка, совершенно гениально. Я его неопонятно помню. Она умудрилась прочитать Локана, который писал абсолютно на бредом языке, и изложить это где-то на 10 страницах абсолютно нормального русского языка. И это вот краткое введение Локана написала. Просто, ну, цены не было. Ну, мы тут все это уже знали. Вот. Но сколько мы затратили умственной энергии, как легко и элегантно это сделает... Ну, не будем дальше правильно говорить. Вот. Будем говорить про Шевера. Значит, Локана очень интересно трактует. Здесь и Фрейд отметился. Но, значит, прежде всего нужно сказать, что это, вроде бы можно так понять, был реальный человек. Я, правда, не нашла сочинения, ни следов никаких сочинений, о котором они говорят. Но мне доступны только русские библиотеки. Мне вот французский и немецкий не доступны. Ну, значит, будем считать все-таки, что это был реальный человек, что все рассказы это не выдунка, не мистификация. Тогда такой был человек жил в Швейцарии, к описываемому моменту ему было около 50 лет. Он был... Он был... Имел широчайшее образование, очень образованным был. Он был живым и общительным, и в то же время очень волевым характером, был прекрасным организатором. И, к описывому моменту, он служил главным судьей кантона. То есть это в Швейцарии кантоны, ну, значит, большая должность, высокая очень. Высший, можно сказать, верховый суд. То есть рассматривал самые такие сложные дела. И вот этот человек сошел с ума, когда ему было около 50. Ну, как и многие высокообразованные и интересные личности, он вел дневник. Он раньше вел дневник, и до этого. И после этого он вел дневник. Ну, дневник, разумеется, по содержанию изменился. Он у него стал записывать все, что Бог ему говорил. А у него он непрерывно, значит, ему Бог говорил. Шребер был уверен, что это Бог был с Богом. Религиозный был человек. Лакланд, конечно, интерпретирует это как некая потеря контроля над дискурсом. И выход этого дискурса во вне. Шребер очень-очень откровенно описывает. Там много очень извращенных сексуальных сцен таких. Вернее, ну, не сцена, а дискурс, так как это сказать. Ну, вот каких-то картин у нас. И он это все записывает, как Бог ему все это говорит. Потрясающе. Начинается каждое утро. Его Бог приветствует словами. Ну, тут надо еще Гегеля знать. Немцы знали Гегеля. Это потрясающая совершенно фраза. Всякий смысл, вернее, всякий абсурд снимается. Ну, надо будет понять сейчас. В контексте философии это очень смешно. Гегеля пройдете, поймете потом. Значит, пишет он, пишет то, что Бог ему говорит. Ну, а потом рано или поздно он умер. И, по-моему, даже в завещании указал, что просит опубликовать его дневник. А может быть, кто-то опубликовал без спроса. Или это может быть мистификация. Потому что я не нашла никаких следов этой книги. Но, возможно, нет. В общем, Фрейд точно совершенно подошел к ней мистификации. Он не видел никогда Шрёдера. Фрейд жил в Вене всю жизнь. А Шрёдер где-то там в несколько язычной Швейцарии. Фрейд по этому дневнику, опубликованному уже, стало быть, после смерти Шрёдера, сделал анализ, психоанализ вот этого текста. Как раз это нас не очень интересует, потому что, по-моему, Фрейд тут лжавуется по полной. И поэтому я не буду рассказывать. Это в интернете очень легко находится всё. Лакан прочитал у Фрейда его анализ текста Шрёдера. Заинтересовался, нашёл вот саму эту книгу и проанализировал по-другому. Фрейд проанализировал, ну, на мой взгляд, вот как-то это его обычная всё-таки очень такая тонкая и чёткая мысль. Тут подвела. Он очень топорно подошёл. Там бог диктует Шрёберу, переодевается женское бельё. Фрейд это трактует как вытеснение, ну, что у него были вытесненные богосексуальные желания, и вот они, так сказать, в состоянии сумасшествия вышли наружу. Ну, вот и без Фрейда мы бы так подумали. Зачем им быть Фрейдом, чтобы так вот так анализировать. А Лакан по-другому совершенно делает. Лакан интерпретирует текст с большими цитатами, этот текст Шрёбера, как вот именно ход дискурса по законам его дискурса, языковым законам. Как одно слово влечёт за собой другое слово. Как потерю контроля над языком своим. И особенно вот эта фраза, как бы почти что по Гегелю, всякая бессмыслица подвергается снятию. Будете проходить Гегелю и узнаете, что такое снятие. Ну, вот просто обалдеть. Настолько это смешно, что бессмыслица можно подвергаться снятием. Но вот, значит, Бог был очень остроумен уже. Много другого ещё я ему говорил. И вот Лакан, эта статья передана на русский язык, называется «О бессмыслице и структуре Бога». «О бессмыслица» «Иместься структуре». «А это структуре и психоаналлесса». «О бессмыслица» смыслится и структурит бога, потому что бог, Шрёберт считал, что его бог это диктует, имеет структуру дискурса. Одно слово влечёт за собой другое слово. Это человек, который упустил власть, потеряв таким образом и субъектность свою, которой нет, но она могла бы быть. Мы вот как в тот момент, когда чуть-чуть преобразовываем бессознательное наше течение, бессознательное нашей речи в нашу осознанную речь, вот в этот момент мы чуть-чуть становимся субъектами, в этот момент на секундочку возникает некая тень вот я субъекта. Потом мы снова погружаемся, не осознавая этого в течение внутреннего дискурса, и я полностью уходит. его выводит наружу необходимость говорить с людьми, конечно. Поэтому Акан говорит, что сущностно другой человек зависит от других. Другие создают ему самую возможность стать субъектом. Вот как вы совершенно правильно сказали, без других, ну вот вы к гениальной Бирюзу, который тоже сделал такой вывод, значит, человек, который находится на неолитальном острове, сходит с ума, потому что некому диктовать ему, некому помогать им справиться с дискурсом. Так вот люди, значит, смотришь, другие люди есть, и уже думаешь, что сказать, о чем не говорить. А без людей ты говоришь все подряд, и ты таким образом не субъект, ты только щепка в этом потоке речи. Желание анализирует Акан. И у Фрейда были вполне определенные. Мы только что на примере ребенка видели, что Фрейд очень определенный. Вот сексуальная точка. У Лакана желание беспредметно. Бесконечно, беспредметно. Оно есть просто желание. Так же, как у Хайдегера, ужас без предметов. Кстати, было бы интересно сравнить Лакана с Хайдегером, некое интересное. На первый взгляд ничего общего, и вдруг выясняют, что тут... Вот у Юга с Хайдегером, ну, на поверхности лежит общая. У Лакана с Хайдегером вроде ничего общего нет. А смотришь в банк. Но, вроде бы, Жижек это уже сделал. Я вот не считаю. Так. Не, сейчас надо кончать уже про Лакана. Значит... Эээ, так начался пост маты. Почему он именно так начался? Значит, ну, немножко действительно зарепрессировалась высшая школа во Франции. Я не знаю, не была тогда, но по всему видать. В 68-м году студенты вышли на улицы, чуть ли не как во Францию во времена Великобрадской революции в Бастилию, в Урае. Вот с таким же энергией, с таким же набором, с такой же энергией студенты спрашивают, чего они требовали. Они требовали изменения учебных курсов. Ну, вот вы можете себе представить, что вам настолько вот не нравятся ваши спецкурсы, что вы вот идете на Красную площадь с транспарантами? Ну, я не представляю. Ну, видать, даст он. Сартр там тоже был. Сартр было около семидесяти лет. Вот ему-то что с этих студенческих спецкурсов? Ладно, студенты горячие голову на семидесятилетний сартр, но уже, наверное, у ней надо было стать. Нет? А его платан тоже это подхватывает, конечно, вернее, даже предугадывает в каком-то смысле. Лозунги – вся власть воображения. Вот вы готовы положить свою голову за воображение, вернее, за то, чтобы изменились спецкурсы, вам почитали не про разум, а про воображение? Ну, у вас какие-то несоизмеримые вещи совершенно. И вот создавались очаги какого-то свободомыслия. Ну, крохнул в 68-м, как вы все знаете. А до этого очаги свободомыслия были. И Локан как-то вот хитро он поступил, я не знаю подробностей, во всяком случае он поругался с французским психоаналитическим обществом и умудрился организовать альтернативное психоаналитическое общество, в которое тоже больные пошли. Ну, деньги же нужны, чтобы существовать. Так вот, у них больных лечили. С точки зрения ортодоксальных психоаналитиков, Локан – он просто шарлатан психоанализа. То есть он вообще ничего в нем не смыслил. А занимался психоанализом, его отручали, там что-то несут на него. По его мнению, наоборот, все остальные ничего в нем не смыслили. И вот это, тем не менее, он был, видимо, харизматичной очень фигурой. Вокруг него собрались люди, которые не имели никакого отношения ни к психиатрии, дело происходит в психиатрическом больнице, ни к психоанализу. Они были чисто философами. Фуку. Потом вторая волна – Делиос. Галатарей, 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 не знаю, находит в какой камере. Но наверняка. Они заразились его языком, его проблематикой. И вот стали писать о бессубъектности, субъект умер вот отсюда. Вот. О том, что мы это неким образом ходячие кусочки дискурса. И желаем мы того, что желает другой. Очень важная фраза в психоанализе у Лагана. Мое желание – это желание другого. И в русском языке она тоже сохраняет двусмысливность. По-французски она тоже двусмысленна. Значит, смотрите, какие два смысла. Либо мое желание такое же, как у другого. Либо мое желание – это сам другой. И еще третий оттенок смысла. Это мое желание – это желание другого ко мне. Ну, такого этого у нас нет. То есть мы и хотим другого, и хотим того же, что другой хочет. Вот там образуются объекты нашего желания. У Фрейда, кстати, не был прояснен этот вопрос. Потому что Ребита, откуда она узнавала об объектах-то? Об объектах можно ведь узнать только из реальности. А у Фрейда был первичен, не реальность была первична, а принцип удовольствия. Т.е. младенец хочет мать. Откуда он знает вообще, что мальчик должен хотеть девочку? Не большую девушку. Это какой-то инстинкт, у Фрейд мысли биологически. Лакан совсем по-другому. Какой может быть инстинкт у младенца? Нет никакого объекта желания. Желание у нас от других. Потому что мы хотим других, и мы хотим того, чего другие хотят. Так, вот теперь моя совесть чистая, мы с психоанализом разделались. Объявляется перерыв на буфет, а потом мы продолжим. Ну, сейчас будет тематически очень легкий переход. Он может быть не очень так гармоничен в смысле того, что психоанализ это огромное, разработанное, и довольно, кстати, альтернативное нормальной психологии учение. Множество психологов вообще не считают психоанализ какой-то части психологии. Они говорят, это же блоганство и так далее. Но психоанализ, психоаналитиков огромное количество. Он широко распространен в Америке страшно. У каждой ходит к психоаналитикам. И к ней, и к психиатру. И это разное совершенно понятие. Ходить к психиатру нормально. Потому что бывают депрессии, там бывают какие-то... Ну, это даже модно. Вот. Немножко шаги. И ходить к психоаналитику тоже надо. Но это совершенно разные вещи. Это нельзя ни в коем случае переводить. А мы с вами тут психоанализ трактуем как психолог. Но поскольку мы философией этого дела занимаемся, а с точки зрения философии и психологии, философия психоанализа дает достаточно много для того, чтобы понять. Вот, смотрите. Был такой критик психоанализа. В философии науки вообще будут про него много рассказывать. Коппер, Карл Коппер. И он говорил, что положение психоанализа является, ну, уже наукой. Поскольку они сформулированы так, что их нельзя опровергнуть. А с точки зрения Коппера, любое положение науки может быть только тогда наручным, если оно сформулировано так, что его можно опровергнуть. Но при этом оно не опровергается. Ну, например, вот наука о предсказании погоды, метеорологии. Говорит, что завтра будет 0 минус 1. это предсказание. Все мы понимаем, что вполне завтра можно быть опровергнутым. Но, тем не менее, при всем при том, метеорология – это настоящая наука. Она потому что ошибается, но она делает предсказания, которые честно опровергаются или честно подтверждаются. А психоанализа – нечесть. Еще не один Поппер говорил это Фреймон. Например, так формулировали положение психоанализа. «Давай сыграем в орла и решку. Если выпадет орел, я выиграл. Если выпадет решка, ты проиграл». Вот так они сформулировали, что как не выпадет, все равно итог один и тот же. «Если выпадет орел, я выиграл. Если выпадет решка, ты проиграл». То есть они в некотором смысле бессмысленны. И вы будете это все на философии науки говорить. Но тут два большие возражения против данной критики психоанализа. У нее есть, в общем-то, под ней рациональное зерно, безусловно. В ней рациональное зерно, а у нее есть основания. Но дело в том, что, во-первых, психоанализ дал дискурсию. Теперь он является не столько наукой, сколько стратегией интерпретации. Интерпретативной стратегией того, что происходит в субъектах. А чем больше таких интерпретативных стратегий, тем, понятно, богаче наша мысль, наша культура. Нельзя же все интерпретировать, например, в рамках физиологии головного мозга. Надо надоедать. Психологи тоже надоедают. У вас сейчас будет еще штук шесть различных вариантов. Как интерпретативная стратегия он очень хорош. То есть проинтерпретировать оговорку, например, как выражение скрытого желания. Иногда бывает просто… Ты действительно понимаешь, что что-то такое точно есть. Истолковать свое сновидение. Без Фрейда… Он дает ключ ко множеству действительно происходящих реальных сновидений с нами. Если знаешь, как столковать сновидение, то ты гораздо больше начинаешь на себе думать. Это раз. А во-вторых, психоанализ раскрыл психологии дверь к изучению бессознательного, которого психология до Фрейда вообще не знала. В культуре-то вот идеи о бессознательном существовали во время. Ну, Агустин, например, кое-что пишет. Что вот хочу, но не нету. Подскудно как-то. Нет, в рациональной психологии, конечно, не было болезнями сознательного. Но в культуре оно было. Такими словами, как в глубине души, подскудно. Все понимали, что можно что-то переживать и об этом не знать. Но как это изучать, если ты этого не знаешь? Можно сказать, что этого нет, но можно сказать, что это есть. В любом случае, а как это изучать? Фрейд показал их изучать. Массу ключей там. И сновидения можно анализировать, и оговорки можно анализировать, и потом метод свободных ассоциаций у него богатый, богатейший. В общем, да, у психологии саму эту идею бессознательного привнес ее в научные, в том числе в научные ряды, если можно так сказать. И множество учений или идей современной психологии уже совершенно не психоаналитической. было бы невозможно без психоанализа. Например, вот привожу мне два примера. Значит, первый пример – это очень известное учение о когнитивном диссонансе. это совершенно научное исследование. Вот Поппер тут говорил, что научное исследование, вот оно должно быть такое, что его можно опровергнуть, вот это вы все узнаете со временем. Так вот, поверьте мне пока, что по Попперу изучение когнитивной диссонансе, это очень-очень соответствует всем критериям обществе. Тем не менее, изучение о… эта теория затрагивает именно бессознательные процессы. О том, в том числе, как формируются наши… ну, наши оценки. Я поскольку не рассказывала соответствующее место у Фрейда, у меня нет времени, и я ничего не говорила о рационализации, то и о когнитивном диссонансе говорить не буду. Просто вот поверьте мне, что без учения Фрейда было бы невозможно. Чисто психологическое учение о когнитивном диссонансе. А вот второй пример я расскажу, потому что он делает честь отечественному исследователю. Зовут его… фамилия его Госбон. Так зовут, не помню. Который в 90-х, если я не ошибаюсь, годах, выпустил книгу под названием «Психология эмоциональных отношений». Он психолог по образованию. Сейчас деятеля Госмана многие из вас, ну, вы, по крайней мере, можете знать, как одного из лидеров одной из политических партий. Он бросил науку и ушел в политику. Партия, если я не ошибаюсь, союз правых сил называется. Который, на самом деле, совершенно ливанский. И там все-таки обманулся. Но вот науку он бросил, предварительно вот обогатив ее такой совершенно бесподобной книгой, ею можно гордиться, психологи, эмоциональных отношений. где они исследовали, ну, например, возникающее чувство симпатии и антипатии. Совершенно бессознательно они проводили опыты. Ну, например, опыт был такой. Значит, испытуемый сначала отвечает на вопрос о том, нравится или не нравится ему несколько конкретных людей, которые тут же находятся. секретарша. Ну, естественно, все это обставляется так, что он как бы ничего никому никто не скажет. Вот. Но он должен проставить в бал свою симпатию к секретарше, там, к уборщице, там, еще к кому-то. В общем, короче говоря, к некоторым конкретным реальным людям, и он дает им какие-то баллы. Ну, например, допустим, секретарша ему, допустим, нравится нам 60 баллов. Ну, там, а ассистент наоборот не нравится, там, или он дает ему 50 какие-то не нравится. Вот. Затем подстраивается все таким образом, что он в первом случае в одном психологическом эксперименте какому-то из этих людей делает услугу. Ну, например, секретарша попросила, вы знаете, сейчас должны позвонить, но мне жутко надо выбежать. Если вы сейчас позвонят, будьте добры, там, снимите трубку и скажите, что она сейчас подойдет, только чтобы кто-то трубку снял уже. Ну, он такой, ничего не сказать. А секретарша выбегает, тут звонят, он говорит, подождите секундочку, она в леве вышла, она сейчас придет. И тут же секретарша выбегает, говорит, ой, спасибо, спасибо, хватает трубку, и там что-то начинает говорить, он чувствует, что, ну, он сделал большой. А во втором эксперименте, наоборот, подстраивается так, что он вынужден сделать гадость данному человеку. Ну, я не помню, какая техника была, но он этому человеку не оказывал услугу, о которой тот просил. И затем снова замеряются его симпатии, антипатии, которые он дает. Сами эти люди ему ничего не делали, они по отношению к нему, он нейтральный, это он им делал либо гадость, либо услугу. И выясняется, что если он сделал данному человеку услугу оказанную, его симпатия к данному человеку резко возрастает. Мы любим тех, кому мы делаем добро. Не тех, кто нам делает добро, а кому мы и делаем добро. И, соответственно, если он сделал этому человеку гадость, его симпатия к этому человеку резко падает. Ну, я же не мог сделать гадость хорошему человеку. Естественно, раз я сделал ему гадость, значит, это негативно. Вот так вот человек рассуждает. это бессознательное подведение оценки под свои уже состоявшиеся действия. Человек хороший, поэтому я сделал ему добро. Человек плохой, поэтому я сделал ему гадость. Хотя исходно, то он давал им нейтральные оценки. Но он уже в этом сроке. Это тоже, как видите, экспериментальная совершенно работа, наверное, не психологическая. Но она была бы невозможна, такого рода работы были бы невозможны без Фрейда и понятия бессознательного. В данном случае мы просто нам что-то подтверждаем, что да, эти бессознательные процессы есть. Бессознательные симпатии, антипатии, к кому мы испытываем симпатию. В принципе, вот как бы, ну, тут яскость был убежденный критик Фрейда. И по этому поводу заметил, что во Франции в XVIII веке был такой очень остроумный мужик Ларошуко. Вот. У Ларошуко уже все это можно прочитать. В частности, вот эту вот идею, что мы любим не тех, кто нам добро делает, а тех, кому мы делаем добро. Это Ларошуко сказал в XVIII веке. А в XX веке, в конце его Госсмана, опираясь на Фрейда, это показалось приментально. Вот так наука идет. Так что психоанализ внес в план психологии. Но теперь мы от него пройдем и перейдем к, ну, как сказать, вот тематически близкой, но методологически совершенно другой психологии. Это так называемая экзистенциальная и гуманистическая психология. Вообще, мешая эти две вещи, экзистенциальную и гуманистическую психологию, я делаю жуткое преступление. И с точки зрения той, и с точки зрения другой. Потому что между ними постоянная конфронтация, война. И действительно гуманизм ничего не имеет общего с экзистенциализмом. Хотя Сахар, экзистенциалист известный очень, написал целую большую статью под названием экзистенциализм – это гуманизм. Но на самом деле это совершенно разные вещи. Начнем с экзистенциальной. Они вот, психологии, они вот как-то тем не менее все все время срастаются. Они и ругаются, но, в принципе, говорят, похоже. Опираясь на разработки Гусерля, разработки Гусерля нормальный человек понять не может, так же, как и Греб Ларкан. Но по другой причине. Ларкан нарочно, а Гусерль просто у него, видно, были проблемы с левой высочной долей. Потому что он просто не мог говорить. Понятно? Это видно по его тексту. Он хочет, но не может. Значит, зона брака, видимо, не совсем в порядке была. Однажды находились люди, которых эти идеи вдохновляли, и они переводили их на совершенно понятный язык, потому что сами по себе идеи были прекрасные и абсолютно прозрачные. Только изложены у Гусерля очень коряло. Не троги на двери, а? А кто-то говорит, понятно. Не троги на двери. Не троги на двери. Не троги на двери. Не троги на двери. Но основным вдохновителем этих экзистенциальных психологов был, конечно, не сам Гусер. От него они взяли метод, который назвали феноменологическим, но если Гусер это видел, он бы не нашел ничего общего со своей феноменологией. А их вдохновлял, конечно, Хайдеггер. Хайдеггер – третий пример философа, который в XX веке пишет совершенно непонятно. И уже опять по третьей причине. Значит, Лаван хотел бред понять, и чтобы бред понять, он в бред погружался, и поэтому начинал выражаться языком бреда. Гусер хотел, но не мог. Хайдеггер создал, нарочно создал тот язык, на котором только он мог выразить те идеи, только на котором только он мог выразить эти идеи. С точки зрения немецкого языка это немножко более понятно, чем в переводе на русский. Очень трудно перевести. У него очень много игры слов корней немецких. Еще один был такой в истории философии Гейли тоже. Язык свой изобрел, потому что на нормальном немецком языке не хватало слов, чтобы выразить его идеи. Так он и слова изобрел, отталкиваясь от корней, от многих дискурсов. Хайдеггер создал свой язык. Очень, очень был популярный философ. И как ни странно психологи, вообще-то психологи традиционно с философами ругаются. Особенно психиатрического направления психологи жутко по цели на Хайдеггера. Здесь примером служит Бинсвангер. Бинсвангер, надо эту фамилию обязательно записать. Я думаю, мне вставать не охота. Это я, понятно, сказала Бинсвангер. Об этом вышла у нас на русском языке прекраснейшая книга отечественного философа Рудкевича, Айра Рудкевич. Книга называется «От Фрейда к Хайдеггеру». Там рассказано о творческом пти Бинсвангере. Не только об этом, а еще о многом другом вообще не к заключению. Вот на примере Бинсвангера можно как раз проследить главные идеи экзистенциальной психологии. Ну, вот вот психиатрия скорее, но патопсихология. Есть же патопсихология, психология, ну, патологичных стадий. Она была абсолютно ничем, то есть ее не существовало абсолютно до Ясперса. Создал ее почти всю на процентов на 90 именно Ясперс. Друг Хайдеггера очень вкусный. Но Ясперс написал об этом наукообразную совершенно четкую абсолютно книгу. Она называется «Общая психопатология». Эта книга мгновенно была акцептирована патопсихологами. Все тут же забыли автора, потому что это были идеи, которые, как казалось, существовали всегда. Хотя никто не помнит, что на самом деле все начал Ясперс. Это нормальное дело в естественной науке. В естественной науке специально нужно проводить работу для того, чтобы узнать, кто первый что сказал. Потому что в естественной науке главное – это мысль, само задержание. В гуманитарной науке, например, философии. В некоторых гуманитарных науках, а также в философии, потому что она не гуманитарная, а отдельно. Вот, например, философии. Ну, совершенно невозможно идеи передавать, не называя их автором. Вот учение Хайнгера, учение Мусора. Вот невозможно просто какую-то идею сказать. Обязательно назвать ее автором. А в естественной науке под психологией относятся к естественным наукам, к естественному крылу психологии. Совершенно этого нету, поэтому мы благополучно все забыли эту фамилию Ясперс и пользуемся этой работой. Огромная книга общая психология. В русском переводе много тысячи страниц. Вот. Уже пользуясь вот всеми этими наработками, все же Минсвагеру чего-то у Ясперса не хватало. И про это не хватало, потому что книга Ясперса, данная книга Ясперса абсолютно беспроблемная. Она посвящена вот, что называется, он тут прикинулся мысленным экстравертом. Мы тут рисовали, да, картиночку по югу. Вот он там проявил себя чисто мысленным экстравертом. Совершенно он не был мысленным экстравертом. Но вот в данной работе он сработал как длинные экстраверты. Он все описал и классифицировал. И там не было каких-то вот берущих за душу идей. В поздних редакциях они появились, но в поздней редакции это уже не научная книга, это уже философская наука стала. А исходно, поскольку я был психиатром, он ее написал чисто вот в научном стиле. Поэтому она без проблем. Поэтому она и не берет за душу. Хотя вот это все понимают. А вот Хайдегер, вот он берет за душу, потому что ей непонятно, ей чувствуется, что вот еще чуть-чуть напряжешься и вот-вот откроется просвет бытие. Поэтому так все и подселено Хайдегер. И действительно ведь открывается. Вот что открыл Спецвангер. Хайдегер входит в понятие подлинного и неподлинного бытия. Это мы уже говорили. Проводя так называемый методологический принцип тождества, этики и онтологии. Значит, бытие человеком имеется в виду. может быть подлинным или неподлинным. С одной стороны, это аналогические понятия, потому что речь о бытии. И Хайдегер описывает присущее именно человеку бытие, в отличие от отставания или от какого-нибудь ученого, а именно человека. Поэтому это антологическое учение. Фундаментальная антология, говорит Хайдегер. И в то же время подлинное и неподлинное – это моральная оценка. Подлинное – это хорошо, неподлинное – это плохо. Поэтому этика дождественно с антологией, говорит Хайдегер. Вот психологам это нравится, потому что понятно, как лечить. лечить надо от неподлинного в подлинном. И он трактовал психические заболевания, психозы. Он работал только с тяжелыми больными. Кстати, забыла сказать, ученик Блейлера того же. Блейлера. Так что он, так сказать, брат, научный брат Юнга. Но совершенно его, совершенно не похож на Юнга. Тоже Болг Херсли получил свое образование, но он работал в частной клинике, принадлежащей ему же. Она у них была родовая. У него дед-психиатр, у него дед-психиатр, у него сам психиатр и его сын-психиатр. Да, это династия Бенсвангеров в Швейцарии. Называлась в больнице Кройстерге, но вы только не пишите. Вот. Значит, подлинное бытие. Он немножко замечает, что Хайдегер кое-что тут вот не дописал, и правильно многие это замечают. У Хайдегера очень однобоко трактуется взаимодействие с субъекта с другими. У Хайдегера очень акцент мощный сделал на то, что другие делают твое бытие неподлинным, они давят на тебя. Сандер, который был очень понятливым учеником и продолжателем дела Хайдегера, он выразился вообще – ад это другие. Он, так сказать, завострил уже до упора. Ну вот, Хайдегер так не выражался. Но взаимодействие с другими может быть не только адом, это все понимают. Может быть, а и любовь, дружба, возвышающая человека отношения, которые нет никакого основания считать неподлинными. Иногда в любви человек настолько раскрывается, настолько поднимается над самим собой, что, ну, как бы, где-то отдаешься, и все, наверное, вспомнят что-то из своей истории. А Хайдегер об этом ни слова не сказал, у него вообще во всей этой книге слова любовь не понимается. Единственное, он там скользко говорит, что бывает такое еще отношение к другим, как забота, попечительство, попечение. Но он имеет в виду другими тут детей всяких, потом, поскольку он в те годы был дружен с Ясперсом, значит, о том все время про психику своих рассказывал. Значит, отношения к психически больным людям, к дворинам, старикам, детям, вот, возможно, попечение. А все остальные только вот давят, только и желают тебя растворить в себе и вечно держать тебя в неподлинности. Поэтому отбросим других. Но, между прочим, доклад, в новое время как раз эту парадигму я знаю. Первым делом нужно отбросить других. Потом уже сомневаться во всем остальном. Ну ладно. В общем, короче, Бенцвангер дополнил немножко Хайфигера тем, что сказал, что вообще-то любовь – это хорошо. Дружба – это хорошо. Также многие другие отношения с людьми бывают прекрасными. Например, детско-родительские отношения могут быть красивыми, прекрасными. Могут быть и нет. Ну так ведь и любовь тоже может быть, конечно, и нет. А бывает, что и да. Человек сознательно отрекается от каких-то своих сиюминутных выгод ради другого человека, которого он любит. Он может совершить какие-то подвиги. А главное, что он раскрывается и делается сам для этого человека сам лучшим. То есть он раскрывает ему свои самые лучшие стороны. Вот Пелевин что-то подобное говорил в рассказе. У Пелевина есть рассказ замечательный затрудник с Шестипалой. Там любовь определена очень как-то хорошо. Это ты любишь человека, когда обращаешь к нему свое самое лучшее. Вот любить – это обращаться к человеку своей самой-самой лучшей стороной. У некоторых самая лучшая сторона – это, скажем, например, деятельность. Тогда любить – это работать на этого человека, помогать ему во всем, дать ему подарки. У других самая лучшая их сторона – это любовь к красоте. Тогда ты будешь делать для этого человека все красиво. Ты будешь дарить ему цветы, нарядишь свою любимую, да, в самые красивые одежды. У других там самое лучшее, например, это печаль. И тогда ты будешь с этим человеком печален. Но эта настоящая глубокая такая вот печаль о мироздании, она тоже возвышает. А у одного там, ну, из героев, самое лучшее во мне – это одиночество. Поэтому к другому человеку я могу обратиться только одиночеством свое. Но это, конечно, не обращение, это любимый беременный протокс. Ну, так вот, он Бенслан, например, на что-то такое говорит. Он трактует психические заболевания как уход от подлинности. Причем он, ну, как бы, вот, знаете, вот я очень много занималась психиатрами, и у них есть два типа, что ли, психиатров. И вот один из типов я про себя называю «милосердные» люди. Такому врачу очень тяжело. Потому что он сопереживает каждому больному, он пытается понять каждого больного, и он, что называется, вот обращается к нему своей лучшей стороной, он его любит. Вот именно и Бенслан говорил, что врач обязан любить больных. Это Ясперс говорил, но Ясперсу хорошо. Он на инвалидности сидел, и поэтому свою книгу писал теоретически. Сам больных не лечил. Ну, мы знаем, я вам рассказывала, да, что он им письма писал. Да рассказывал, я не помню ничего. Очень внимательно слушал. Правда, что ли? Не рассказывала? Слушайте, ну вот дрюте, но я еще раз расскажу, конечно. Психически больные очень многие не дарят желанием общаться с врачами. Многие больные, например, к ним подойдешь, а они тебя пошлют. Но большинство просто не заметит. И если ты начнешь с ними говорить, слушай, какие у тебя глюмки? Он тебе в лучшем случае ответит, пошел ты за своими глюмками. Они мои, и я тебе о них ничего не скажу. Вот. А в худшем случае ты иисус по башкетскому хочешь в общем. И поэтому очень долго оставалась нерешенной совершенно задача описать, что думают и чувствуют психически больные люди. В чем заслуга Ясмерса, собственно. Он впервые это описал. Как он этого добился? Еще раз повторяю, что он был инвалидовцем. Он страдал очень тяжелым заболеванием, связанным с легкими кровлями. Поэтому работать врачом он не работал. Он отучился в медицинском, на медицинском факультете закончил его. По образованию был Франыч. У него был также аналог нашей вот PHD, то есть кандидатской диссертации. Вот это самая огромная книга общей психопатологии, которую я сегодня упоминала. Как он добился того, что узнал, что чувствует психически больные? У него была масса новаторских методов. И вот самое главное из его находок – это то, что больные не говорят, но они могут писать. Вот и Шрюбер, о котором мы говорили в первой части, он ведь писал свой книг. Больному легче писать, чем говорить. И поэтому Ясмерс, не работая врачом, а просто как кандидат, вот его пускали, как говорится, погулять по больнице, он вступал по возможности в письменные контакты с больными. Например, он писал письмо у какого-нибудь больного. Я врач Ясмерс, я увидел тебя и мне очень захотелось поговорить так. Если хочешь, напиши, пожалуйста, кто ты и что ты чувствуешь. Ну вот что-то в этом роде. Я оставлял это письмо у него на кровати. Большинство больных, конечно, все равно не шло на контакт, но при этом огромное количество больных все-таки пошло на этот контакт. Он просил писать ему письма, описывать свои биографии очень полезно, потому что там проявляется бред по полной программе. Напиши мне о том, что ты сейчас чувствуешь. Расскажи мне, что ты любишь. Ну вот все, о чем мы можем спросить устно, он это больным спрашивал у них письменно. Он реально переписывался с ними, письма писал. Он, конечно, всегда говорил, что я никому не скажу о том, что он тебе рассказал. И, конечно, естественно, в его книге нет никаких времен. Но таким путем он узнал массу. Ну вот, например, он систематизировал виды бреда. Их оказалось очень немного. Вот каждый бредовый больной, ну вроде вот, никто же не говорит, что он слышит, оказывает галлюцинации. Вот у человека галлюцинации, мы же их не слышим. Только он их слышит. И нам кажется, что каждый, вот у сто больных, и всем, допустим, каким-то образом известным, у всех галлюцинации. Что мы можем знать об их галлюцинации? Мы, у нас предположение, что, скорее всего, у всех свое что-то. Я сперс со всеми в переписке. И оказывается, что там вариантов 3 или 4. Повторяются так вот просто один к одному повторяются. 100 человек, вариантов 3 или 4 всего галлюцинации. Это, конечно, открытие. Он описывает всего лишь несколько типов галлюцинации. Это вот все. Теперь перед врачом стоит задача различить вот первый, второй, третий или четвертый тип перед вторым. Это гораздо легче, чем описывать что-то уникальное. Ну и все в таком духе, мне кажется. Так, я про космагера вообще-то расскажу. Пенсвангер, ну, вот, а, про то, что, вот, я выделяю особую группу психиатров и про себя я называю их милосердными. Ну, это, конечно, не научный термин. А по-научному будет сказать, что они реально расходовали свое время, свои силы, свое воображение, свои мысли на то, чтобы понять и почувствовать других людей, чувствоваться в них. Забыть себя и погрузиться вот в этого маньяка. что может быть очень тяжело, поскольку психически больные, это же трейд прав, ведь мы же подобряем себе, грубо говоря, дерьмо. А у психов там оружие все. Поэтому вчувствоваться и узнать просто вот, что, какое дерьмо идет сейчас у этого больного, который перед тобой, очень тяжело. Это Ясперс прямым текстом это говорит. Отношение врача к больному должно быть не взаимная любовь. Больной тебя никогда любить в ответ не будет. Ну, тут он уже бас. У Фрейда, кстати, этот вопрос более правильный, так сказать. Между больным и врачом действительно возникают отношения к подобной любви, но как раз именно у пациента к врачу больше любви. Ясперса не это волнует, и он дает, так сказать, установку коллегам-психиатрам, что надо любить. Любить в его понимании это означает понимать. Ну, любить разговаривать. А как он любит человека, когда я с ним разговариваю? Мы понимаем его. Даже тогда, когда этот человек больной сумасшедший. Бенцвагер то самое делал. У него, как у Фрейда, действительно много взял у Фрейда. Фрейд любил очень много мелких очерков у него. Мы говорили о крупных его работах. А у него эти 50 томов, в основном его идеи, это какой-то случай. Он держит этот случай, конечно, в анонимности, поэтому обычно у него имя и даже имя из пленения. И дальше какая-то буква. Например, Анна О, Ирма Икс. Вот такие. И это публикуется вот именно под данным названием. Случай Анна О. Случай маленького Ханса. Вот. И он описывает реального человека. Фрейд вёл этот жанр. Нет, ну не Фрейд вёл этот жанр. Но Фрейд вёл этот жанр в психиатрии, так скажем. Вот. Описывает вот он этот случай и тут же философствует какие-то свои медицинские или философские идеи рассказывает. Вот Пенсвангер так же делал. Он брал какую-то конкретную больную, в основном, а у него женское отделение было. Но и мужчины тоже там у него бывали. Ну, в смысле, среди больных. Но больше женщин. И он тоже вот используя всевозможные методы чувствования, например, письма писали, тоже он этим методом пользовался. От Фрейда взял много методов, например, свободной ассоциации. У меня Фрейдовский метод. И вот ему больные, тяжёлые больные. Рассказывали ему, в основном, тяжёлые больные с бредом сумасшествия, с бредом преследования или предревности. Ещё у него потрясающий рассказ о девушке, которая страдала аналексией, то есть отказывалась есть, потому что ей хотелось стать бесплодным духом. Вот. А она чувствовала, что тело мешает ей стать бесплодным духом, но как избавиться от тела? А он не есть. В конце концов, она погончила с собой. Надо сказать, что Бенсвангер пишет вот эти, ну, описывает вот эти кейсы, что называется. Почти все неудачные. То есть, в основном, врачи любят они кейс-стазис ещё пока. Вот. Про это тоже можно много говорить, кстати. Но каждый врач предпочитает публиковать такие истории болезни, в которых он вылечил больного. Ну, и для медицины это болезнь. Знать, как можно вылечить таких больных. Вот они, этот кейс вот, Фрейд пишет маленького Ганса. Вот, был такой мальчик, он болел тем-то и тем-то, никто не мог его вылечить, а я подумал то-то и то-то. Тут я стал делать то-то и то-то, и мальчик быстро. Значит, это понятно, что удачный случай его и рассказать хочется, он и болезненно. А Бенсвангер, подавляющее большинство его рассказов кончаются грустно. Или больные сбегают и больше их след теряется, или больные кончаются с собой. В общем, короче говоря, у него такой вот, можно сказать, самокритичный в данном случае подход, фильтр точнее. И, ну так вот и все, я пытаюсь сказать эту главную идею, что он рассматривает вот эти состояния, как уход от подлинности. Он берет у Хайдеггера эту идею, что бытие бывает подлинным или не подлинным, и говорит, что психическая болезнь – это такой особый способ избежать подлинности. Хайдеггер сам в своей книге «Бытие и время» занимался тем, в основном, что перечислял способы, которыми люди избегают подлинности. О самой подлинности он тоже рассказал. Это забота, проект, решимость. И о том, как этого избежать. Но Хайдеггер для, ну, в принципе, Хайдеггер, так сказать, систематизировал способы избегания подлинности, которыми пользуются психически нормальные люди. Значит, телевизор смотреть, в компьютерные игры играть, вот это все избегать подлинности. Лучше в это время делать что-нибудь геройское. Вот. А Бен Свангер добавил, еще один способ избежать подлинности, это вот впасть в психическую, ну, в тяжелую психическую болезнь. А здесь надо сказать, боюсь, что Хайдеггера мы пока еще не читали, у него идея ужаса занимает ключевые позиции подлинности. Ты вышел на уровень подлинности, когда ты признал ужас, когда ты принял ужас лицом к лицу. В основном все пытаются избежать ужаса. А с другой стороны понимают, что есть что-то страшное, но ужастики любят смотреть. Ужастик чем хорош? Посмотрел и отключил. И о, как хорошо, что с ним не сомневаюсь. Но и с тобой будет ужас. Каждый это понимает, и каждый хочет об этом забыть. Но надо держать этот ужас вот лицом к лицу. Хайдеггер перечисляет, значит, падение, осман, слухи, пересуды. В общем, много чего перечисляет он, что мы делаем, чтобы забыть об ужасе. Самый простой способ правильно объективировать ужас – это надо подумать о собственной смерти. Но это очень многие люди сделают не в силах. И они, чувствуя ужас, объективируют его в виде страха. Страх и ужас разные вещи уходили. А уж чему боятся, это каждый сам выбирает и сам классификатор болезней, там будут фобии. Значит, фобия открытых пространств, фобия закрытых пространств, фобия впасть в болезнь, фобия рака, фобия спида. Это, в общем, короче, каждый выбирает на себе какую-нибудь фобию и чего-нибудь боится. Там он избегает ужаса, потому что чем хороший страх? страх – это страх перед чем-то конкретным. Это всегда можно, ну, от этого уйти. Ну, например, у меня фобия рака. Я пошла, сделала анализ, рака нет. Хай, класс, я счастлива, все, рака нет. Ну, ужас никуда не десан, а со страхом можно справиться. А с ужасом нельзя справиться. Ужас всегда тут. Так вот, по мнению Пенсвангера, вот эти галлюцинации, бреды, особенно бред в данном случае, это один из способов объективировать ужас, обычный человеческий ужас, который должен каждый человек признать, но никто не хочет признать его. И некоторые, там, впадают в фобию какую-нибудь или в зависимость какую-нибудь, в аддикцию. Вот в фобии аддикции. Замечательные слова. Хайберг, конечно, не используют, а вот для психиатров они. А больной как объективируют? Видя, при этом преследуют. Меня преследуют. Вот объективация ужаса, вот почему мне страшно. Потому что меня преследуют. Опять же, это хорошо, потому что от преследователей можно убежать. От ужаса-то нельзя убежать, он изнутри идет. А преследовать его можно. Вон там, вон рентгеновский аппарат, вот здесь вот засел шпион, поставил жучок, вот за дверью кто-то стоит. Вот все это вот способы объективировать ужас. И от всего этого можно убежать, темы больные бегают в голову. Ну, трактовка, конечно, чисто экзистенциальная. В общем, на тяжелых больных работает много, прямо скажу. На тяжелых больных вообще, к сожалению, все работает. Поэтому они тяжелые. А, нет, теперь я расскажу про Лейта. Я про него диссертацию писала, я его очень люблю, поэтому сейчас меня понесет. Представитель цистенциальной опять психиатрии. Можно фамилию? Вам-то я это рассказываю точно разобью. Фамилия немножко странноватая, да, для англичанина, потому что он же отландец. А вот это как отвечает за ней? Лейнг. Некоторые неправильно пишут Лейнг, такое тоже случается. И первая книжка, которая у нас слышала его, как раз вот эта была книга, где транскрипировалась Лейнг. Но это неправильно. И сейчас стали уже писать Лейнг, уже все пишут Лейнг. В книжке Рутевича он упомянут, и там Рутевич, конечно, правильно пишет Лейнг. он тоже психиатр, естественно. Он интересно сочетал в себе, в своей теории, психоаналитические концепции. Здесь надо было бы, если бы времени хватило, рассказать еще в английской школе психоанализа, которую создала гениальная женщина Мелани Клян, но туда это время у нас совсем нет. Поэтому, поверим мне, что Мелани Клян была гениальна и создала школу. Но она не была психиатром, у нее образования не было, она была психоаналитически ориентированной мыслью. Что касается Лейтла, он хлебнул горю, что он из бедных очень слоев населения, всего абсолютно добился самого селф-мейм-мен, учился в самой закудалой школе городской, учился. Будучи очень способным, поступил в медицинский университет, в медицинский факультет университета, там тоже непросто, как и у нас. За большие достижения там получал стипендию, то есть в Ургоре бесплатно учился. Затем работал в обычной городской больнице, которая, оказывается, в Шотландии в те годы, по крайней мере, это какие годы? Вот городские больницы ничуть не лучше, чем наши. В Англии традиционно платная медицина, частная. В Германии достаточно частое явление и бесплатная медицина, государственная, страховочная, в нее идут прекрасные врачи и так далее. А если человек бедный, то вот его отвозят в городскую больницу. Она существует на пожертвования какие-то, то есть государство практически не финансирует медицину, ну по крайней мере, так было тогда. Ну и там больни лежат, как и у нас, в коридорах. Если буйный, то веревками. Там все как надо, белье не меняется по целой неделе, хотя они ходят от себя. Ну а куда еще ходить, если веревка привязана? Вот. И он, конечно, без всего этого ужаса нахлебался, и даже в таких условиях он умудрился придумать способ, вот, ну Лейнг образец вот этого милосердия, о котором я говорила, но это вот вещь как бы близкая к пониманию. Вот он настолько готов был на самоотдачу в пользу этих людей, даже в таких условиях он выбил у начальства. его самого денег нет, он самый беднейший слайд. Вот. И выбило начальство, значит, комнату, комнаты в городской больнице все забиты. Но он выбил эту комнату, и он своих больных, у него женское острое отделение было, то есть его это помешанное было. Он их, так сказать, приодел собственноручно, потому что нянечек и сестер там как у нас нет. Вот. И собрал в эту комнату просто, вот они востоку лежали в кроватях, они никуда идти не хотели, так вот их стаскило с кроватей, и вел в эту комнату, чтобы они, в этой комнате только стуки, чтобы они часа два посидели на стуле, как люди, а не только валялись в деревне. И уже этим добился поразительного процента излечения. То есть буйно помешанные бабы, посидев в человеческих условиях, открывали глаза и говорили, слушайте, вообще-то я здорова, я не хочу тут больше, да можно отдохнуть? Вот. И ей все отвечали, иди, иди, дорогая, тебя тут никто не держит, ты там тут нахи нужна. То есть, как бы, он такой вот без хайта герой был уже ей. Затем вот он учился в психоатрической школе, что способствовало знакомству с психоанализом, но не фрейдовским и не лагановским, а вот это вот меланик реально ее совершенно не могу сейчас рассказывать. Это еще две подружки. И он мне бесподобную, совершенно гениальную теорию шизофрении придумал. Шизофрении как, ну, главное заболевание психическое у тяжелый, из тяжелых психозов, это шизофрении. Маниакали, депрессивность намного меньше, ну, и эпилепсия, и органические причины у нее. Это шизофрении, ну, и иногда параною отделяют в отдельное заболевание, но в данном случае это одно считается. Параноидное, на самом деле, шизофрении. Вот, если разными заболеваниями, тогда примерно две трети шизофрении, но две трети параноидов. Он ввел понятие онтологическая незащищенность, онтологическая беззащитность. Пишу по английски, потому что на русский перевести можно. Хотя это по-руже и переходы нормальные, но все-таки я знающий фашистский оригинал больше говорит, вот инсекьюрити. это те, кто сидят на входе, но это защита. Вот инсекьюрити – это незащищенность. И можно вот в его тексте, прямым текстом это не написано, но это легко учитывается, что у этих больных сниженная доза бытия, они по бытию недостаточны. Он не пишет это по бытию, он много пишет философских размышлений, но вот этого у него нет. Но это там напрашивается, вот это не моя фантазия, это реально напрашивается из его работы. сниженная доза бытия, то есть у всех людей есть какая-то вот неравная доля, вы Аристотель уже прошли? Если помните там категории, вот Аристотель в категории глава сущность, да? Он начинает с того, что каждая сущность не в большей и не в меньшей степени сущность, чем любая другая. И это положение Аристотеля настолько прочно засело в умах, что мы, спасибо 27 веков прошло, да, Аристотель 26, до сих пор вот мысли бытия, как, ну, можно сказать, бытие есть, а его нет в бинарных позициях. Либо можно сказать бытие такого типа, бытие другого типа, но опять либо есть, либо нет. Аристотель, в принципе, для большинства случаев был прав, для большинства случаев. Но для случая человека, говорит Лейн, фактически, про Аристотель, он ничего не говорит, это я вам сейчас про Аристотель сказала, чтобы оттенить эту мысль. Большинство людей точно в такой же мере люди, как и все остальные другие люди. Я такой же человек, как вы, как вы, какая же вот девушка, как наш Миша. Все по бытию равны. У нее столько же бытия, сколько у вас. Потому что бытие, ну, как бы вот оно, у сущности, она есть либо или нет. Но Лейн говорит не так. Бывает больше бытия, бывает меньше бытия. Не один он. До него Жанне, если помните, это из учителей, ну, из антагонистов Фрейда, один с ним был учеником Шаркова. Это я вам еще раз сказала, в прошлый раз. Так вот, Жанне вводит по-французски «пишу» Него Нонталь, что в переводе означает уровень сознания. Него – это уровень. Монталь – это менталь. Ну, Монталь – это, в общем, то же самое, что менталь, либо на английском языке, то есть это сознание. Ну, нет, не то же самое, конечно. Вот на русский Монталь переводится «сознание», уровень сознания. Жанне говорит, бывает сниженный уровень сознания. То есть не то, что вот человек жив или мертв, а вот пациент скорее жив, чем мертв. Скорее мертв, чем жив. И градуальность вот этих понятий. Хотя, казалось бы, смерть или есть, или нет. И Жанне именно в психиатрическом смысле говорила, что сниженный, то есть, вот, я забыла, как он выражался, сниженный или отсюда. В общем, сниженный, по-моему, да, или уменьшенный как-то вот надо тут уточнить. Но он говорит, снижение вот этого уровня ментальности здесь характерно для вот психического состояния, которое он там описывает. Он там не прожисовремен, конечно. Но это сейчас не важно. Важно, что та же мысль. Но от Жанне как-то она вот не закрепилась. А вот от Лейда она прям вот исходит. И тут уже все последователи как бы уже понимают, о чем речь, то есть тут уже закрепилось. Что вот этот вот уровень бытия или доза бытия. Но в принципе-то Хайдегер бы согласился. Бывает сниженное бытие, а бывает вот какой-то максимум бытия. Когда у человека наступает этот просвет по Хайдегеру, вот он стоит в максимуме бытия. А потом он отпадает, и у него снижается уровень бытия. Он начинает играть, например, в компьютерную игру такую какую-нибудь. Вот какой тут уровень бытия, когда ты в компьютерной игре какую-нибудь выиграешь? Вот это вот снижение, и было бы глупо это не признать. И тут же, тут же ты начинаешь, например, стихи писать. Тебя возносит, у тебя теперь повысился уровень бытия. То есть бытия бывает больше или меньше. Именно у человека. Не бывает такого явления, например, у собаки, даже у живого существа, но он не человек. Ну, кто хорошо знает собаку, не наблюдает у них подобные примеры. У меня всегда были собаки, и я не замечала, что… Слушала, что вы стихи писали. Да, чтобы стихи писали, да, не замечала я. И не замечала, чтобы у них были вот разные уровни бытия. Либо она дрыхнет, либо она не дрыхнет. Хотя, конечно, возбуждение, понятно, и… Потому что она может почему-то обмчаться, а может только походить в кусочки, и мы уже больше не ощутимым вообще не знаем, только за кусочками стоять. А может там создать, что что-то обмчается, что-то… Ну, ладно. Действительно, про животных трудно говорить. Мы на танцах ставили опыты тоже… Действительно, вот бывает какое-то возбужденное состояние, но его нельзя путать с повышением уровня бытия, то есть с ментальным уровнем. Возбуждение – это совсем другое. Возбуждение – психически больных, хоть и богатые. Извините, то есть вот эта парадигма, как бы она работает? Работает. Она гениально работает. На сложных тоже? М? На сложных. Да. Лейнг, вот в отличие от большинства других, излечивал сложнейшие случаи. И вот, может быть, этого я вам и не рассказывала. Это не главный, как бы, анекдот про Лейнга, который говорит о нем очень много почти, что все. Он, его пригласили в Америку, или в Омжку, да, по-моему, по-моему. А, это продержка раскачивается. Да. Вот уже здесь раскачивается? Да. Вот уже здесь раскачивается. Вот, то есть он, да, вот он стал с ней раскачиваться, вот никто не догадывался, а вот он догадался. Как? Ну вот там вот он, вот, потому он рано и умер сбившись. А в какие годы уже? Ну, это уже умерло в 78-м, ну что, в 1978-м. Вот. А какие это годы было? Ну, наверное, где-то в конце, в 60-х. Ну, не смог справиться с независимым часом? Он настолько, ну, отдавал настолько много, настолько сгорал на работе, что на семью, на жизнь ни на что больше не хватало его. И он догонялся водкой. В Америке и Англии это ничуть не больше проблем, чем это вот французы не сбиваются, потому что они виновные. А в Американце и вот какая-то вещь. Он в Америке много жил часто. Да. Хотя, вообще-то он тоже в Америке. Ну, в общем, не важно. Значит, вот тут понятно, да, вот это вот люди со сниженным уровнем бытия, вот это как бы биологическая, ну, по крайней мере, врожденная какая-то особенность. Он описывает этих детей, как, как может, как выглядит ребенок, который в будущем заболеет жизнь при ней. И это ребенок гиперпослушный, чрезвычайно спокойный и без и без инициативный. У шеи видна сниженная, ну, сниженная уровень бытия. Это не преобъединенное, но это проблемное качество. Да. А там очень антикьюрити врожденное качество. Оно проявляется уже у маленьких детей, но можно их воспитывать. Если распознаешь это качество, можно их воспитать, да, и поставить. Ну, тут мама должна, конечно, тоже отдаться вся этому делу. И вот этого ребенка так по-особому воспитывать, по-особым условиям, что он справится и будет, конечно, шизоидом в жизни, но устроится, в смысле, ну, адаптирован. Не заболеет, будет психозом. Вот эти больные, они, как дети, очень, вот, удобно потерять. Поэтому мамочки, как правило, совершенно, ну, думаю мамочки, совершенно, вот, они обожают своих, ну, послушных детишек. И думать не думают, что их лечить от этого. И Лейнг пишет множество вот этих вот манифестов о том, что матери, дети должны вас, ну, мучить. Если ребенок вас не мучает и не дергает, проснитесь сами, он болен. Здоровые дети должны все портить, все ломать, все крушить. Да, это трудно для матери, но тогда этот ребенок будет здоровым. А если ваш ребенок послушен, вам надо с ним работать, он болен. Это, вот, как бы, ну, никто же, конечно, не читает, потому что никто же не думает, заболеет у ребенка или нет. Но если в роду блаш изобрения, то тут надо иметь в виду, потому что она передается, в общем-то, расположилась в книге детической. Вот, надо иметь в виду, что вот если такой тихенький ребеночек родился, это очень опасно. Это в будущем мы будем психологировать. И он пишет книгу, где, вот, как можно сказать, опровергает Ясперса. Ясперс ввел критерий психоза. Если я, ну, я говорила, если я понимаю при большом, при максимальном напряжении, вот, усилий, понимаю человека, то этот человек не будет максимально усилий. Это может быть невроз, какой-нибудь, там, психопатия. Или нождение нашей жизни. А? Или нождение нашей жизни. Нет. Те, кто немножечко, они вообще ничего не понимают. И никого. Больные никогда друг друга не слышат, не видят. Ну, если что, очень сложно видеть, чуть ли не критерию больным-то или нет, нездоров-то или нет. Если ты матом психиатром, не найдешь только абсурд на здоровье. Ну, да, совершенно это норм. Есть? Нет. Нет. Норма будет очень. Так, сейчас договорил про это, потом вопрос про норму поговорим. Это важно. У нас 24 минуты осталось, но все равно. Значит, вот Ясперт сводит критерии, если непонятно, вот при самом максимальном напряжении понимания, если суть бреда остается непонятной, если человек продолжает видеть то, чего нет, а его невозможно говорить, понять, самому как-то увидеть, то тогда это психопатия. Лейнг – это очень здравая мысль, поэтому большинство ее, то, что называется, придерживаются бессознательно, все психиатры так рассуждают, что если несет чушь, значит больной. Если более-менее разумно говорить, ну, может, это невроз какой-нибудь там психопатия. Это как раз то, что озвучено самое обычное понимание психоза. Лейнг говорит, вот я настолько напрягался, я понял шизофреников, их галлюцинации, их бред, я понял. И он написал об этом книгу, она на русский переведена как раз в 95-м году, где написано у Лейнг, сейчас скажу, как называется, «разделенная я». А, нет, в русском переводе «расколотая я», но это неправильный перевод, на самом деле «разделенная я». Значит, вот он показывает, как девочка, ну, нет времени, к сожалению, берите книгу, читайте, у меня нет времени пересказать, что он будет. Но он написал книгу, после которой многие сказали, я вроде нормальный человек, но ведь я, ну, все это, то же самое, это же про меня написано. Огромное, и я тоже, у меня тоже было четкое чувство, когда я читала эту книгу, что хоть я и здоровый человек, но это про меня написано. Да, у него тяжелые, 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 в ряде случаев излечимые, в ряде случаев неизлечимые. Вот, заканчивает он свою книгу рассказом о девушке, которую неизлечим. Вот, но подробнейшим образом описывает так, что ты действительно, ты понимаешь, почему у нее вреды грацинации, почему она такие, а не другие. Вот, и теперь про норму, вот действительно, раз зашла речь о патопсихологии, насчет нормы, это вопрос, который пытались, пытались решить философы. Философы. Психиатры этим не озабочены им на это наклевать, и я их хорошо понимаю, особенно наших отечественных, но и американских тут. Когда ты видишь уже 15-го человека с белой горячкой, то 16-го с белой горячкой ты уж точно распознаешь. И вот, когда косяком идут люди с белой горячкой, вопрос о норме, как правило, не встает. То есть, если у него белая горячка, то его надо подкармливаться. Вот, тем они и заняты. И такие случаи, понимаете, вот как у Бенцвангера, что девушка хотела стать воздушкой, это очень редкие случаи, о которых пишет Бенцвангер. Но, в какой-то степени нужно распознать это. Обычно, значит, косяком белая горячка, и вторым косяком это маниями преследования. Доктор, у меня голоса, они говорят, что они меня убьют. Ну как, сегодня голоса потише, да, сегодня голоса потише, но нога задевает голоса. Сама. Ее дернут какие-то силы. Вот. Значит, вот этот, вот эта белая горячка, а вот это же со временем все. Вот это в эту палату, в эту палату. И у этих людей вопрос о норме не встает, потому что уж очень эти косяки, как селедка, друг на друга одинаковые. А философы думают, что все психически больные – это что-то такое очень романтическое. Поэтому философы поставили вопрос, а что такое норма? Я написала об этом диссертацию. А что, докладываю? Но не я первая сказала, что норма человека быть, в принципе, не может. Из наших философов первым это сказал Еленок. Как? Федор Иванович Еленок. Это у того, кто нашел в пульте, который написал, как драматологии. Приоритет у него, а вот по дорогам еще один очень известный наш философ. Тут не знаю, сказал он это прямо или не сказал он это прямо. Есть приоритет какой-то по дороге перед Герингомом или нету. Трудно мне сказать, потому что я хуже знаю все-таки по дорогам. По-моему, не он. По-моему, Геринов точно сказал, исходя из собственных соображений. По дорогам мог сказать, исходя из его собственных. Они, конечно, друг у друга не зарисовали. Значит, здесь причину, что по дорогам говорил то же самое. Геринов точно говорил, я сама слышала, потому что он у нас работает. А диссертацию, да, диссертацию я написала. Он просто сказал. Значит, почему нет нормы? Ну, давайте попробуем определить, как выглядела бы норма. Ну, давайте начнем с определения на чем-нибудь более простого, чем психическая болезнь. Как выглядит нормальный стуль. И мы перечисляем некие признаки стульности, которые делают стул стулом. Правда? Значит, существует какая-то норма, ну, с вариациями допустимыми. Не обязательно у стула четыре ноги. Может быть, одна ножка. А вот у этих вообще ножки. Ну, он обязательно имеет такую форму, что на нем как-то можно сидеть. У большинства стулит есть спинки, хотя не обязательно. Но вот сиденье – это кастула обязательно. Можно сказать нормальный… А компьютер? Как выглядит нормальный компьютер? Ну, скорее всего, там будет процессор, материнская плата. Скорее всего, будет дисплей, монитор, наверное, видеокарт. Без этих атрибутов мы не скажем, что это нормальный компьютер. Наверное, скажем, вот сервер, скажем, тоже же компьютер, но он без монитора. Ну, а мы считаем этот компьютер каким-то не совсем нормальным. Все-таки серверный компьютер – это очень трудно, такая специфическая вещь. Монитор можно туда подключить, но, как правило, этого не делают, потому что нет человека, который сидит за сервером, да? Ну, можно подключить, а можно не подключать. А нормальный компьютер – это тот, у которого монитор на столе стоит, а сам он стоит только по столу рядом. И мышка. Может и не быть мышки, но вообще нормально, компьютер и мышка есть. Вот такие вещи называются нормальными, исходя из, во-первых, смысла их использования, и второе – численности. Нормально. Если мы, не дай Бог, применим эти критерии к человеку, то мы получим, ну, в психиатрии, да? Мы поедем в деревню Затрищево, возьмем там репрезентативную выборку людей и выясним, что все алкоголики. Следовательно, быть алкоголиком – нормально, да? И всех, кто не алкоголиков, надо срочно сделать алкоголиками. Вот к чему приводят статистические критерии Бурга и в психиатрии, и в любой другой медицине. Тогда мы зайдем с другого конца. Может быть, нормальными является поведение человека. Может быть, не стоит искать признаки, а имеет смысл поведения. Это больше, конечно, резона. Булу ты не заглянешь, онкологическую незащищенность тоже не увидишь. Вот, ну, а поведение можно наблюдать. Ну, тогда как мы будем судить о поведении? Поведение может быть нормальным или ненормальным. В том смысле, что в данной ситуации вот тут статистический критерий применим, но только в традиционных культурах. Если культура традиционная, ну, например, русская деревня 19 века. Нормальным носить шапку-шапку зимой, а летом носить шапку не аномально. Традиционная культура дает возможность построить статистический критерий нормы, то, что все делают. Но наша культура меняется, и она меняется быстрее даже, чем одно поколение успеет приспособиться. На моем веку сменяется уже, вот я вижу уже второе изменение культуры. То есть я в своей жизни создаю три культуры. Вы пока, наверное, первая стали. Которая была, когда мы были маленькими, и которая сейчас. А я уже третья вижу. Три раза менялись культуры, три раза менялись способы поведения людей. У нас нет возможности, нет критерия описать нормальное поведение, потому что мы находимся в ситуации постоянно меняющихся контекста. А поведение без контекста не имеет смысла. То, что адекватно делать в одном контексте, совершенно неадекватно делать в другом контексте. Ну, например, быть голым. Совершенно неадекватно на улице, а лучше быть одетым даже вот сейчас в зимнюю одежду. Но в банке совершенно неадекватно быть в зимней одежде, а надо быть наоборот голым. Если бы у нас вот была традиционная культура, мы могли бы поставить вопрос о норме, это плохо. Потому что мы бы срезали всех гений, всех людей, которые меняют что-то. Но мы, по крайней мере, большинство психически больных людей уловили бы этим критерием и разделили бы от нормальных. Если бы у нас была традиционная культура. Но наша культура вследствие изменчивости не дает возможности построить образец, в общем, принятого поведения. Мы не можем построить этот процесс, потому что культура, то, что было вообще принято, когда я была молодая, сейчас бы рассматривалась как, ну, просто безумие. Например, прекрасная книжка Рудкиевича, о которой я сказала. Эта книжка определила мою судьбу, это действительно гениальная книжка. Я прочитала ее почти сразу, как он ее написал, написал в 1985 году, а я прочитала ее в 1988. Вот, у вас было уже тогда, вас уже тогда было, так, кого-то из вас тогда еще не было. Вот, кто-то из вас тогда уже был. А я уже Элкенти читала, я на биофаке училась уже. Значит, я прочитала ее, я была совершенно потрясена книгой. Она на меня играла, она изменила мою жизнь. Из-за нее я вот здесь сейчас читаю вам этот спецбуз. И, поскольку я помнила все содержание этой книги, она была настолько прекрасна, что отпечаталась у меня вся. Я цитировала по памяти все куски, в общем, не заморачиваясь, в нее загляну в будущем раз. Мне это было не нужно. У меня ее, кстати, и было. Ну, теперь есть файл, конечно, а вот в блоге у меня и не было. А то-то тогда я защищала кандидатскую диссертацию, а это было 2002 год. 2002 год. Я цитирую большие куски из Рудкевича, но там же нужно дать ссылку на страницу, да, там нужно, во-первых, точно цитировать, во-вторых, со ссылками на страницы, в-третьих, значит, вот объем. Ну, короче, мне понадобилась эта книга и ее снова увеличили. Я открыла ее, я была потрясена тем, что в ней на каждой странице упоминались Маркс, Энгельс и Ленин. На каждой странице. В 85-м году так надо было писать. Это была советская действительность. Без ссылок на Маркса и Энгельса никто бы не напечатал. Но когда я в 88-м году ее читала, я совершенно не заметила этих ссылок, поскольку они были везде, они воспринимались как носоведы. Вот это было нормально, это вообще не проблематизировалось, через это просакивало, как будто этого нет, но все понимают, что надо сказать Маркс. Ну, хорошо, значит, периодически там, я не знаю, дважды, дважды, четыре, три, девять, Маркс сказал, четыре, четыре, шестнадцать, пять, пять, двадцать пять, Энгельс сказал, шесть, 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 тридцать шесть. И поэтому, понимаете, да, вот это так нужно было. Нужно было, и акцепторам это совершенно не улавливалось. В 2002 год я уже ты выиграл в другой культуре, быстро привыкаю. В 2002 год уже перестройка была 15 лет тому назад. Вовсе перестроились, никто же про Маркса и Энгельс не был. Я открываю книгу, и я впервые замечаю, что в ней на каждой странице ссылка на Маркс и Энгельс. Вот вам вот почему невзятая Терри Новый, скажем, меняющаяся культурой жизни. Нормальнее или нет ссылаться на Маркс и Энгельс? Эта 185 года – нормально, а в 2002 – ненормально. Вот пример. Еще, пожалуйста, пример гомосексуализма. Ну, я думаю, что разбивать эту мысль не надо, достаточно просто сказать. Что теперь это самое? Кто-то там жениться, известно, какие-то акции. Не слышали? Что вы имеете в виду, когда говорите гомосексуализм? Ну, сейчас… Горевакова имеете в виду? Ну… Горевакова. Чего? Нет, это просто все, но… Что я имею в виду, когда говорю гомосексуализм? Понимаете, я имею в виду, что в данном контексте как определение нормы вы имеете в виду, это невозможно, потому что вы не двигаетесь в культуре. Окей, это, получается, мы исключительно по поведению нормы… Мы ничего не можем сказать о норме человека. У нас нету… У нас нету нормы, потому что наша культура не дает возможность построить эту норму. То есть в 85-м году было ненормально, двух мужчин уже имеется. Я понимаю, что вы говорите про все культуры, не только культуры? Нет, нет. В традиционной культуре существуют нормы и отводения. Тогда это будет норма, но только нормальная для этой культура. Она не будет действовать. Ну, это достаточно… Вот, вы знаете, вот это… Видели бы вы этот косяк белой горечки, вы бы сказали, что вот норма, она примерно одна и та же во всех культурах. И белая горечка примерно одна и та же. И даже люки почти у всех они не те же. Это вот ясно закрыло, нам только кажется, что культурный активизм – то есть и вы. Да, в принципе, немного разные будут нормы от культуры кое в чем. Но подавляющее большинство будет совпадать, особенно в части отклонений. Будет совпадать. Отклонений не так много. Это не странно, что мы можем определять… То есть, мы говорим о примере, вы провели, например, стулы, конфликтов, культей. Но это не странно, что мы можем… Ну, вообще, так как мы подвигаемся к определению нормы для человека, исключительно сходя из прагматикой, как будто мы можем человек использовать как-то, что абсолютно… Да, это не странно. Это единственный научный способ. Другие не дают результата. И я как раз о чем дезертацию написала, что понятие «но»… Ну, не написала еще. В смысле, не защитила еще. Скоро защищу, наверное. Значит, вот не существует «но», а существует некий идеал. Для каждой культуры существует вот не нормальное в данной ситуации поведение, а идеальное в данной ситуации поведение. Самое лучшее в данной ситуации поведение. Но мы не можем его вычислить. Мы не знаем его. Оно не… Оно существует, но оно не ухватывается никаким критериям. Поэтому норму мы меняем на идеал. Ни на что другое ее сменять нельзя. Потому что на основу всех поведений, на общепринятых данных культуре… Да нет общепринятых данных культуре. Культура меняется слишком быстро. Ну или вот, как тут было сказано, прагматический критерий, что тебе больше денег приносит, то и делай. Некоторым людям приносят большие деньги какие-то там, я не знаю… Ну вот возьмем там группу «Война», например. Слышали вы или нет, я не знаю, но есть такая группа «Война». У нас она очень популярна, потому что почти все идеологи из нашей факультеты… У них соотношения с деньгами специфические. Но мы будем деньги понимать широко, как социальный капитал. И вот одна девушка в окружении нескольких фотографов заходит в универмах и засовывает в мороженую, не помню, целую курицу или ограчок себе в то место, куда что-то другое может сделать. Идти ей трудно, очень, потому что курица гораздо больше, чем палабочая. Но она храбро идет, выходит, она совершила дмаш такой, в бою. Потом, наконец, нас облегчением вынимает оттуда эту курицу, надевает трусы, хорошо. Но вот она совершила. Вот это ей это нормально или нет? Мы не можем ответить на этот вопрос. По критерию популярности это принесло ей кучу дивидендов. По критерию нормальности это, кажется, наверное, не очень хорошо. Может быть, ну, мы же понимаем, что это стёп. Ну вот стёп, это нормально или ненормально? Ну и можно ответить. Может быть, более актуальные перформансы, если так можно высказать. Что? Что? Есть более актуальные перформансы. Ну, не на 8-й фонах, не на 8-й фонах. Да, да, да. Там массово перформансов очень много. И в Америке есть свои такие группы. Получается, что норма и идеал, они зависят от стереотипов, которые приняты. Вот этот идеал не зависит от стереотипов. Норма зависит от стереотипов. Но именно поэтому её нет в нашей культуре. В нашей культуре нет стереотипов. Они меняются. А идеал, что вы решили? А идеал, это идеал. Иван. Читайте мою диссертацию. Ну да, читайте мою диссертацию, да. А деклария? Нет, читайте деклария. Я как бы не... Я придерживаюсь адеквата, то есть идеальной позиции в отношении своей диссертации, значит. Читайте деклария. Нет, это вообще невозможно. Чего? Ну... Всегда прошло. Да у меня на сайте всё висит. Ах. Они нам про разные статейки, но из них будет книга. Сделана она. Цельная. Как цельная книга она... Я не могу её повесить, потому что издательство меня снимет за это отдельный штраф. Вот. Но главы отдельные из неё в опубликованной эфире статьи я вполне могу повесить. Было их там... Потому что десять и юстерные десятые у меня на сайте. Вот. Да... Что такое дело? Вот читайте, хватит. К сожалению, вот книга Бенцвангера у нас не переведена. Если бы переведена была, то читайте было бы... Кто владеет немецким, читайте Бенцвангера. И Ясперса можно читать. Он вот именно немножко без проблемен, даже в философских произведениях, даже когда он ставит очень острые проблемы, ему не хватает вот этого жизненного ресурса какого-то вот этого произведения. И поэтому даже острые проблемы в его изложении выглядят как-то очень правильно. Как-то вот без проблем. Поэтому, значит, вот Ясперса надо научить оценить. Он сам... А Хайдегер к вас сразу уничтут. Тут ничему не надо учить. Это прочитала и понял все. Вот они понимают, где идеально. Но это нельзя просто говорить. Все, значит, на экзамен я не буду спрашивать, на чего вы делали. Спасибо.